Рад приветствовать всех на канале. Сегодня хотел поговорить о таком простейшем устройстве как аэратор. Аэратор ставится на кончик излива смесителя практически во всех новых смесителях современных он присутствует. Раньше смесители были как правило без аэраторов, сегодня же все наоборот и это не редкость. Аэратор служит для того, чтобы рассекать воду и делать струю более приятной, более пригодной для эксплуатации, также для избежания разбрызгивания. Однако это не единственная его цель. Вторая цель заключается в том, чтобы благодаря сужению проходной способности излива уменьшить расход воды. Другими словами, если вы включите на полную мощность свой смеситель, то вода будет выбегать меньшим объемом, нежели вы будете использовать смеситель без аэратора. Однако у аэратора есть и обратная сторона. Он имеет свойство засоряться окаленной различной, которая может содержаться в трубах, так или иначе транспортируется водой к кончику смесителя. Поэтому иногда важно откручивать его и смотреть в каком он состоянии. Стоит отметить, что для вашего же удобства, ну и это естественный процесс, чем в лучшем состоянии у вас смеситель, чем чище вы его содержите, тем проще обслуживать его, в том числе и такие вещи, как аэратор. Ну, собственно, вот сам аэратор, как он выглядит, сейчас если сфокусируется. Вот, да, вот прекрасно видно. Значит, это мелкая сеточка, это гайка, да, в которую вставлен сепаратор через уплотнительную резинку. Ну, вот мы видим достаточно большой кусок окалины, который прилип к сетке. Его простым движением можно вытряхнуть, вот сейчас его уже там нет. Но, однако, стоит отметить, что так как сетка очень мелкая, да, кстати, на другом конце она заметно крупнее. Так вот, так как сетка достаточно мелкая, то и более мелкие частицы окалины, песка, который может содержаться в воде, забивают картридж и таким образом препятствуют проходу воды. И если вначале аэратор лишь сужает поток воды, то если он сильно забит, он может, соответственно, препятствовать полному проходу воды. Это чревато тем, что вы не сможете помыть спокойно руки или посуду. Также через смеситель холодная вода может передавливать в горячую и наоборот. Как правило, горячую передавливает в холодный стояк, если нету на счетчике обратного клапана в системе не стоит. Таким образом, следите за аэратором. Можно его регулярно чистить. Если данному аэратору около года, и он эксплуатируется в течение этого времени, и вот вы видите, в принципе, он сейчас вполне исправен. Однако, все зависит от того, насколько грязная вода и как часто его чистить. В случае, если аэратор невозможно почистить, он забился уже намертво. Ну, как последняя надежда, можно попробовать иголкой прочистить. Но, с другой стороны, аэраторы вполне недорого. Можно купить новые и накрутить на ваш смеситель. По крайней мере, можно купить сам картридж. Ну, если уж картридж не подберете, то и саму гайку тоже можно подобрать. В общем-то, следите за этим, и у вас не будет проблем.